неолиберализм, что называется, наполнился целым рядом импульсов, которые вышли как раз из радикальных вот этих движений в 18-м, в 19-м году, которые капитализм они не свергли, а наоборот, чтобы-то его омолодили и дали ему какие-то новые культурные стимулы, которые были потом переварены переварены определенной частью правящего класса или правящих элит и, соответственно, использованы уже. Для меня не очевидно, что политика идентичности прямо из этого является неолиберальной, поэтому я бы сразу на крайне струне ставил, но кое-что общее, тем не менее, есть и общее можно легко выделить. Что именно политика идентичности? Политика идентичности, в общем, вся политика меньшинств, это, в смысле, политика изолированных индивидов. Это не политика народа, да, это политика того, кто, как бы, оказывается всегда в состоянии одиночки, да, одиночки, которому что-то грозит, да. Поэтому, например, политика меньшинств часто связана с жалобой.